АЛЕКСЕЙ ЖРЯКОВ И сегодня в гостях у нас художник Марина Галкина Слушай, ведь ты училась в Пальском художественном училище Насколько я знаю, родители твои не художники Абсолютно Но ты знаешь, это, кстати, я тебе перебью вас просто спорно Потому что мой папа в математике считает себя художником Что навелило я на эту мысль? Видишь ли, какая штука Математики, которые творческие, математики прикладные Они занимаются описанием мира, описанием мира цифрами Это не... Я придумала это его конкретно цитата А он профессор, доктор математических наук Ну, такого международного уровня Вот, ректор, кстати А мама? А мама, она... Она вообще художник по натуре То есть она сейчас занимается дизайном квартиры, домов Она занимается дизайном... Она делает какие-то лампы из стекол, которые привозят из-за границы Вот сейчас она сделала выставку достаточно большую Они часто ездят И она фотографировала огромное количество дверей всех стран Сделала оформление И сейчас эта выставка открывается в Калуге До этого она проходила в Сургуте Творческие гены у тебя есть, да? Ну, чебурашки, да Но, поскольку ты в Обнинске Да? Вела это в Подмосковье у нас И каким образом ты попала в Палях? Вообще Это вот как вот... Ну, человек, живущий в городе где-то Сама не ожидал Да, странно Когда у нас гости приходят И люди, которые приехали в Палях поступать из разных городов А их кривая вывела очень довольно поразительными вещами Видимо, в Палях ведет всех определенно кривая Ну, нет, видимо, есть какие-то люди Которые прицельно сюда хотят поступить Потому что им это дико нравится Мне это дико не нравилось И история была такая приблизительно Моя мама где-то прочитала со своей подружкой В каком-то журнале Или у каких-то знакомых услышала Что можно в Палях поступать А тогда же был бум Типа детки профессию получат Ну, практически деньги будут зарабатывать У меня лично в голове таких идей не было Я занималась в художественной школе Я много рисовала На тот момент я поступила в гимназию Достаточно такое элитное учебное заведение в нашем городе Победила на областном конкурсе живописи И закончила художественную школу с красным дипломом И лично я собиралась учиться дальше И поступать куда-нибудь в Москву И про какие-то деньги и так далее У меня лично в голове такого не было Но, видимо, люди были умнее, мудрее И они решили все за меня Когда ты закончил учебник, бум уже кончился Они сказали классическую вещь Ну, давай попробуем Это же временно Ну и в лучших традициях нашего временного Я до сих пор здесь Мы приехали сюда Поступили Я сказала, что мне не понравилось И я осталась здесь Ну, как-то так То есть, ну, тебя родители особо не спрашивали Меня не спрашивали А, ясно Решили это за меня В общем, отмучилась ты пять лет Мне не особо понравилось Но, безусловно, палих – это штука крутая Как искусство Ну, как село после города Для меня это был культурный шок Если честно Ну, приезжает девочка вся такая городская Которая из Москвы, в общем-то, не вылезала А тут корова по улицам ходит С одной стороны, интересно С другой стороны, ну, специфика Да, домашний ребенок нормальный Попадает в общежитие Где там периодически Там на скомптах вспыхивал пожар Вот Который мне приходилось тушить Ну, много там всякого любопытного было Эти пять лет Тем не менее Дали определенный новый взгляд Мне сначала не понравилось в принципе Я сказала, что это такое Я буду этих баб платочков рисовать Что-то уже Я же великий художник У меня же дипломы У меня же все У меня планы были Гармадьева аж до космоса Особенно в пятнадцать лет У них сейчас У меня сына сейчас пятнадцать Да Вот У них сейчас планы только такие То есть у меня всех круче Ну, и мне, естественно, тоже такие были Но Впоследствии Удалось мне познакомиться с Мишкой Ровной Вот И он мое мировоззрение Изменил относительно искусства В частности тоже Для меня стало понятно Что это целый мир Мир условный мир очень красивый До которого мне еще учиться Учиться Наверное так Ну, в итоге После окончания училища Ты занимался Обычно Ты рисовал шкатулки Нет Ни одной шкатулочки не нарисал Несмотря на то, что Мир этот был прекрасен и удивительный Ты решил в него не вступать Нет, ну, я Мне Это, видимо, не мое То есть Мне это все замечательно нравится Да И какие-то вещи можно взять Положительные отсюда Но При этом, при всем Есть определенного рода техника Да Мы все тут знаем Как это дело делается И потом это все очень маленькое Мне же надо, чтобы Размахнись Рука Развернись плечо И меньше вот такого масштаба рисовать Ну, видимо, надо было В свое время Как правильно хотелось Идти в графику Идти в оформлении, может быть, книг Тем не менее Я этим и занималась Просто интересно Я-то иду по пути На меньшую сопротивление Да У меня родили художники Я художник Ты здесь родился Вырос И учился Вы учили мне рисовать шкатулки Я рисую шкатулки Мне, в общем, так сказать Да А у меня был выбор А у тебя был выбор? Вот как этот выбор появляется? Вот человек заканчивает, допустим, учебное заведение Вот в данном случае Пальское художественное училище И потом Ну, нужно же как-то жить Деньги зарабатывать У нас как можно Либо шкатулки, либо иконы, да? Ну да А ты пошла каким-то другим путем Как пришла к этому? Ну, во-первых, у меня выбор был всегда Я здесь не родилась У меня не было такого пути Что ты закончишь училище И обязательно будешь заниматься шкатулками Ну, как-то так Ну, или там Еще чем-нибудь в этом роде Я изначально не собиралась этим заниматься Я закончила, я получила диплом А потом Уже получив диплом Это же годы были такие специфические Вот эти девяностые А у меня был, собственно, стопор Я попробовала поступить в Суриковку Я не поступила Потому что уровень Реалистической живописи И графики На тот момент у меня был слабый Надо было готовиться и так далее Я пошла туда готовиться Меня сделали таким вольным слушателем И я у них подрабатывала Вот, я сидела с первым курсом Рисовала в Москве, жила И готовилась к поступлению В какой-то момент я еще поработала В общеобразовательной школе Учителем рисования Вот, в частной школе Учителем рисования Где учились дети Достаточно богатых людей Были периодически Какие-то заказаны Небольшие иконы Ну, я их писала И они продавались Так, иногда Но я жила в Обинске На тот период И в этот момент Как раз Расписывали Казанский храм на Красной площади Станислав Владимирович Пригласил поработать Ну, и доработались Так, что мы вместе Уже вернулись в Палих В какое-то время Еще пожив Поработав в Москве Снимаю квартиру Потом были заказы На иконы На иконостасы И, собственно Как-то Мы занимались Ну, потому что Нужны деньги Нужно их зарабатывать Это, как бы Для всех Нормально и актуально Вот Но я всегда Что-то делала Еще параллельно То есть Какой-то графикой занималась Ну, наверное Потому что Мне это интересно Ты говорила о том Что ты собиралась Поступать в Суриков Да И готовилась Но денег не было И начала расписывать храмы Нет, я не начала расписывать храмы Я пошла на подработку Ну, да Потому что краска Тоже стоит денег Прямо, скажем, немаленько То есть Суриковская осталась За бортом Суриковская осталась за бортом Ну, кстати говоря Я потом уже училась В Институте Сурвенного искусства Но до этого Я поступала в Университет Истории и культуры Вот Но поскольку он там Немножко левый оказался Вот И его потом закрывали Я переводилась Но поскольку у меня там Одни пятерки Все как полагается Да У меня был выбор То есть Я подавала документы О переводе В несколько вузов Москвы Меня брали в Суриков Сказали Приносите ваши документы Но меня брали с потерей Там курса или двух На искусствоведа Но там была засада в том Что у меня был маленький ребенок А у нас нет такого Что можно там ребенка отдать Бабушке и дедушке Бабушка и дедушке У них есть своя жизнь Достаточно активная И они на месте практически не сидят Такой классической русской схемы Отдай ребенка бабушке У меня в жизни такой не было В Суриковке надо было сидеть Заниматься То есть туда надо было ходить Практически очно Искусствоведы там сидят И занимаются рисунком живописи Для того, чтобы они это дело Понимали вот прямо изнутри Ничто так не украшает интервью Как дрель Соседская Так, мы остановились на том Что ты выбрала учебные заведения себе Институты современного искусства Современного искусства, да Ну и как там? Замечательно там Хорошо? Да Мне просто везло на преподавателей А, научно-исследователь Желание? Мне предлагали То есть я диплом Когда он там валяется Защищала Мне сказали Welcome То есть буквально этим летом Приходи и будешь в аспирантуре Расскажи тему Тему Истоки концепции Пейзажных серий В импрестомистической живописи Вот Сразу хочется Сделать Нет, подожди Многим зрителям захотелось Сделать сразу после этих слов Нет, это очень нежная тема Вот как тебе Теория функциональных решений Систем законосохранения И ее приложений Ну, замечательно Это знаешь, как белый шуб Я бы Нет, для меня это вот то же самое Приблизительно Это самое простое Что вот я специально переписала Чем занимается мой папа Допустим Для меня это нормально Ты могла бы с этим дипломом Который показывала Уже сразу Это кандидатская Как минимум Мне кажется Ну, мне то же самое Один из научных руководителей Вот, видишь Круто Я же знаю, как выглядит диплом А как выглядит кандидатская Нет, это писалось серьезно Все Потому что мне это было реально интересно Так ты можешь просто С этим уже просто подать Еще раз Ну, это если бы все так просто было Нужно пройти эту аспирантуру Там сколько там Два или три года Что-то такое Вот Но что-то у меня сил не было Отучившись, написав диплом Я уже была вообще Ни в каком состоянии Подумала, сделаю перерывчик Вот А потом как-то так Работа, то все Но это не значит, что Может быть, я еще вернусь Мало ли Ну, как мне сказала До интервью, что ты культуролог теперь Да Нет, теперь я уже А, уже Ну, какая Теперь уже Кто будет цепляться к словам Да? Ну, ты будешь, видимо Да Так я же культуролог Это моя профессиональная обязанность Вот Слушай, а там учат рисовать? Нет? Это чистая теория Когда я пошла учиться Я планировала рисовать То есть мне не хватало Практических знаний Для того, чтобы Ну, реализовать Какие-то свои желания Просто Вот А потом мне постоянно Предлагались Работы, которые Ну, ты же художник Ну, давай сделай там Логотип Некий дизайн Там То, все, пятое, десятое То есть не хватало Практических знаний Но К сожалению Просто вот на тот момент Заочки По этим дисциплинам Просто не было Взаимосвязи В искусстве Почему так, а не иначе Аналитика какая-то Да? Ну, мне она всегда была Интересна Вот И Я пошла Куда пошло Скажем так Тем не менее Тем не менее Это было напрямую Связано с миром искусства И Мне удалось Еще, когда При переходе из одного Возу в другой Застать Единственным В своем роде Стажировку С ведущими Специалистами По современному Искусству То есть нам читал Лекции Гильман Нам читал Лекции Мезиана Это ведущие Кураторы Выставок В мире Наверное Вот Это было очень интересно Познавательно Мало того Они наши работы Какие-то там Виртуальные вещи Да Они Отсматривали Курировали Там Ирину Кулик То есть Это значительные имена В мире Искусства Современного Робель Он Отсматривал Наши работы И какие-то лекции Читал Из Германии Из Берлина По Скайпу А Просветительской деятельностью Среди палецких художников Нет у тебя желания Заняться И почитать Вот эти Какие-то Лекции Ты говоришь А что значит Просветительская деятельность У нас все Просвещенные Выше крыши Ну понятно Но вот Есть Некий уклад Жизни Палеха И среднестатистического Палехского художника Да Конечно Там Вот он Нарабатывает Какой-то у него есть Своя стилистика Вот он в ней работает Творец Это у нормальных художников Да Вот Ну вырваться Иногда вот Думаешь Ну блин Что-то я завяз Нужно сделать Какой-то рывок В какую-то сторону Но не знаешь В какую сторону рваться Так скажем И вот такие Лекции Ты не знаю Бывает Наталкиваешься Просто например Какая-то передача Об искусстве Ты говоришь Блин Классная вещь Это может дать толчок И Не безинтересны Были бы твои лекции Все-таки у тебя же есть Я вообще об этом не думала Но мы Допустим в том же интернете Вот когда началась Эта петрушка С Возможными Там Каким-то Стрит-артом В Палихе Ну вся эта история Там достаточно длинная Которая этим летом была Где Палих Где стрит-арт Это ну вообще-то Как бы для нормального человека Это Ну абсолютно разные понятия Да Ну во-первых Стрит-арт сегодня Это не обязательно Какой-то протест Когда-то с этого начинался А сейчас искусство Выходящее на улицы Это вот новая визуальная культура Которую пропагандирует Тот же Пакрас Лампас Это такой крутой чувак Я на выставке была Там две недели назад Человек Который занимается леттерингом Ну то есть буквы Вот Из них он делает все Буквально Это крутые холсты Он какие-то вещи выставил свои Вот Какие-то Он прям писал При нас всех окружающих Мы общались Мы сидели И общались вот как раз за то Куда должно искусство двигаться Что такое новая визуальная культура Про вот это вот все И мне кажется Что палех Это все здорово И великолепно И устои его Они должны оставаться всегда Которые учат в училище То есть это традиция Но любое искусство Если оно остается Только в рамках Которые оно себе Ограничило Очень четких Без взгляда на то Что творится в мире В мире искусства На сегодняшний день Если оно как-то туда Не интегрировано Оно может В общем-то Законсервироваться Статься музейным экспонатом Ну оно умрет Просто Вот это будет Консервная музейная банка Это неинтересно Искусство живое Любой живой организм Он изменяется Он взрослеет Он двигается Меняется Да Соответственно Если это законсервировать Это будет просто Мертвая какая-то Ну вот Что касается лекций Мне просто не приходило в голову Ну а так Можно об этом подумать В более Каком-то Свободном формате Ну например Квартирники-то какие-нибудь Квартирники Нет Ну понимаешь Опять же Арт-квартирник А что такое Нет Это понятно Но это будет опять же Между собой Мы делаем какой-то Фестиваль Который Ну везде висят афиши Это общественное место И некоторые люди Не ходят Знаешь почему? А меня никто не позвал Я говорю Как тебя не позвал? Я говорю Это же не день рождения Да? Когда я у себя дома Праздную его И поэтому было бы Низвинством притащиться Без приглашения Это общественное место Это Тут никого Конкретно не зовут Ну люди такие Ну как же А если сделать Эту лекцию Вообще дома Например То Кстати Люди которые хотели бы прийти Не придут просто Вот Ну не дома Вот например Будет какое-то арт-кафе Когда вот этот арт-центр Который планируется Тем же воскресеньшим Да? Он так и скорее всего Будет реализован В каком-то Обозримом будущем Там планируется все-таки Наверное выделить место Для художников Я надеюсь По крайней мере на это Они каким-то образом Туда будут причастны Не только в ресторан С крутым наполнением Да? Почему нет Это В бездонном заполночном зале Цветы забытые лежат Был мрак Сиреневый печаль И золотистой чистотной Себе тут не находит места Лишь призрак светового жеста В бездонном зале без мэта Так много места для пустоты А вот и ты И всюду встречный Твой был ушел Поперечный О чем поешь Ты так беспечно Ни в швене И ни на дне Сколько флешмобов Проходит в мире В которых я Регулярно принимаю Части Рисовальных За последние годы Две выставки Было в Москве В центре На красном октябре Могу похвастаться У меня работы Такого типа Тематические Допустим Чем было Рождество Или весна Что-то такое Вот они прошли Отбор С нескольких тысяч Потом сокращаться Девятьсот, шестьсот И потом отбирают Буквально там штук тридцать Из которых потом Делается выставка Небольшой фестиваль Скетчеров И я туда проходил Два раза Как ты вышла На эти скетчи? Инстаграм Очень просто Инстаграм У каждого свой инстаграм У кого там В ленте одни машинки Например Или девицы У меня в ленте Преимущественно Одни художники Причем со всего мира Английские Английские в помощь Ты наткнулась просто Случайно Или как это произошло? Ну есть Какие-то Производители Или продавцы Всяких художественных товаров Они, во-первых Устраивали какие-то конкурсы Ну опять же Флешмобы Там рисуешь на определенную тему Тебе за это ништяки присылают Приятно На какие что? Что ты? Ну художественный материал Преимущественно Кисточка Ну как Скетчбуки присылали Материалы присылали Скетчбук Альбом? Это такой Ну в общем-то Альбомчик для рисования Со специальной бумагой Которая там Допустим От маркеров Спиртовых Вот я им частенько пользуюсь Она не промокает Насколько Ну хорошая Хорошая качественная бумага Там Альбомчик Который можно С собой в сумку взять Поехать Порисовать Вот Например так Бумага Вот такая бывает Для акварели То есть Такие Их можно в принципе купить Но когда тебе присылают Просто так Это уж приятно Конечно Какие-то материалы Там по-моему Краски Опять же Вот эти вот маркеры Они же в свое время Где-то там Прислали мне Или Выложили просто себе На страницу Я прочитала И мне было интересно И привычка Рыть информацию Про все Вот Я порыла Нашла Что это был такой Джеймс Маркер Который все это дело Организовал В свое время И теперь вот Все рисуют В компании То есть Весь мир Графиков Которым это интересно Огромное количество людей Миллионы Сидят рисуют Каждый день Какую-то определенную Иллюстрируют Определенное слово В том или ином ключе Очень интересно Это смотреть То есть Как люди могут Например Воспринять Свою драгоценность Да Это прям Целый мир То есть Это история Не про деньги А просто Про заинтерес Вообще Это история Не про деньги Совсем То есть На скетчерах не заработаешь Еще как заработаешь А Заработаешь Очень даже Девчонки-скетчеры Которые организуют Выставки в Москве Они Очень неплохо Зарабатывают От мастер-классов Они выпускают книги И вот тут заказы Постоянные Они уже Фактически работают Как иллюстраторы Чем отличается Вот скетч От иллюстрации Ну скетч По идее Это быстрый набросок По логике вещей Да Но Сейчас скетчи делают Так что В принципе От иллюстрации Отличаются Ничем Ну то есть По сути Это иллюстрация Да В общем да Но только Делается она Очень быстро Резво И человек Который скетчер Он может Реагировать Моментально Ну то есть Вот ему дают тему Или он видит Какой-то там Объект Он может рисовать Сразу То есть Это еще Мастерство Своего рода Нарабатывается Конечно То есть Это Рисовать надо Наверное Постоянно А вот ты Смотри Вот здесь Вот здесь Такие картинки Это откуда-то Ведь срисовано Или ты пошла В зоопарк И пингвина нарисовала На интернет На что То есть С картинки Конечно Нет Я ей пользуюсь Но я ее никогда Не копирую Но мы же все Если учились Мы рисовали Какие-то натюрморты Мы использовали Натуру Да Как там Художники до нас Там годами Веками Вот Но у них фотоаппаратов То не было тогда Ну да А у нас сейчас есть У них были натурщики Да У нас натурщики пропали Зато фотоаппараты Нет Нет натурщиков тоже Надо заметить Вот А в интернете Вообще и натурщиков И кого хочешь Можно найти Вот И почему бы Это не использовать То есть Я никогда не рисую Там впрямую Мне это не интересно Ну Я могу срисовать Ну зачем А использовать Как Ну как натуру То есть Как какой-то объект От которого можно Оттолкнуться И сделать что-то свое Ну как-то так Потому что Ты еще говорила О том Что ты иллюстрировала Книги Что за книги Не книги Учебники Учебники Ну расскажи про Иллюстрации учебников Как это вообще В Обнинске Там есть Издательство Титул Которое Выпускает Учебники По английскому языку Им нужны были художники Они дали объявление Я пришла Показала свои работы Потом я там работала Около шести лет Рисуешь картинки К определенному учебнику Потом его выпускают Потом Никакий перерыв Потом рисуешь картинки К следующему учебнику Это отличная практика Там тебе выдается Список фраз И описание картинки Ну там например Дети Падают с радуги Летят вверх ногами Снизу вы видите город Дорогу По дороге идет Мишка, котик и заяц У заяца в руках корзинка В корзинке пять яблок И сзади там еще Фонтан бьет У старинного замка Вот как-то так И все это на формате Пять на шесть И потом идет Другое описание Иногда это целый блок Картинок Как бы комиксы Иногда Это там какой-то Единичный персонаж Который надо разработать Ну фантазию развивает Будет здорово Фантазию И какие-то Практические навыки Потому что там еще Эти специальные Такие штучки Где вставлена английская фраза Рисуешь по старинке Бумажка, карандаш Или это сразу В компьютере Сначала я начинала С того, что По старинке Бумажка, карандаш Но все равно Это потом загоняешь В компьютер И раскраска Всегда шла компьютерная То есть Бумажка, карандаш Ручка Это дело обводится То есть Линер Потом это дело На сканер Сканируется Они сами сканировали Тогда с большим количеством ДПИ В компьютер В компьютере раскраска Поехали в печать А, то есть Не ты раскрасывал Я раскрасывал А, то есть Они загоняли Нет, они Просто у них был Такой сканер Специальный Особенно Который позволял Сканировать Именно так Как им надо Ну, потому что Это издательство У них там Свои заморочки У меня такого Сканера Тогда не было Просто-напросто Ну, все А потом Я уже Перешла На компьютерное Рисование Полностью Потому что Разницы С карандашом Честно говоря Нет То есть А планшет Какой-то Планшет Да Вакуумовский Планшет Не первый Уже Стерся Срисовала Нет, а там Перо Оно же стирается Его, конечно, можно заменить Но когда они Рано или поздно Кончаются А потом Программное обеспечение Меняется Соответственно Уже старый планшет Он просто Новый Windows Не тянул Пришлось заменить Все Поехали Все, можно уже улыбаться И есть еду Отлично Начнем с еды Как всегда Леша задает очень сложные вопросы Мозг трудится На них отвечает Тратит много энергии Поэтому нужно восполнить энергию Ну что ж Первый мой вопросик Если ты поймаешь золотую рыбку Какие три желания Ты ей загадаешь? Бесконечный счет в банке Здоровья И возможностей То есть вот такие вот Очень меркантильные Интересы Всех людей Нет, я могу поделиться А у меня же Бесконечный счет в банке Я же могу быть спонсором Спонсором Благоустройства Разных поселков Ну почему бы С бесконечным Ты счетом А на плитку-то не хватил Ты бы стала дружить Своим клоном? Ну почему нет? Ну ты бы его любила, да? Не знаю На себя со стороны Как посмотришь иногда Знаешь Посмотришь на фотографии Думаешь, что за На что тебе не хватает смелости В твоей жизни? Ну Не знаю Например Бейджампинг Вот страшно Спрыгнуть на резинке Да У меня ребенок Мы там были На этом мосту В Сочи Говорит Вот я сейчас прыгну Я говорю Нет, стоять Я за тебя боюсь И сама не пойду И сама не То есть Вот на это не хватает Ну например, да Ну А в чем страх? Страх высоты Или страх, что тебе Вырвет позвоночник Или просто вырвет Или просто, да? Доброе, да Просто вот страшно Шагнуть вперед Бездухом Ну Тогда Раз пошла такая тема Спрошу тебя А самый отважный поступок Который ты считаешь Вот у себя Вот прям The best Вот прям Всю силу собрала И что-то такое сделала Самое крутое А Самое крутое, да Было Наверное, когда я такие Освоила Ну Для меня Сейчас горные лыжи Это прям Тема Когда я на горах научилась Да, мы поехали в горы И когда я первый раз зашла на горы Я понимаю Ни хрена я отсюда не съеду Потому что там гора крутая И обрыв там прям рядом Вот И когда я такие Оттуда начала ездить И залезла уже на страшные Такие Ну практически там Почти черные трассы Да Вот Наверное, это было смело Смело И ты съехала до конца Конечно И все нормально Мне прям понравилось А там же камни Ну как бы Там можно в камень Прям въехать Вот знаешь Мне почему-то страшно Всегда не за себя Мне страшно за собственного ребенка По большей части Вот когда он куда-то лезет Или вот когда он на каком-нибудь там Вот этом Ну тут все летали Вот такая фигня С фрошитами Да Когда вот он там Мне за него очень страшно Да А за себя как-то Ну за себя понятно Умер и слава богу Как бы А если с ребенком Что-то переживать же надо Это тоже Эгоистичное переживание А вот нафига подобное Просто жалко Растишь и вырастишь Так вот и говорю Эгоистичное Да Такое прям Жалость-то Патриархат или матриархат? Микс Микс Почему? Ну как-то Должно быть Баланс в мире Давай Ситуацию в которой Матриархат круче Чем патриархат Да вообще Я не знаю Вот это вот Все ситуации Я не могу И смоделировать Не представляю себе Ну вот когда у нас Матриархат? Когда Тетки главные А что они не главные? Ну они как бы Главные Но незаметно главные Вот А вот тебе баланс Ну как бы Сверху-то Да Все главные А мы подпираем снизу Отлично Да-да-да Шея и голова Не ну Всегда Палка Двух концах И каждый Держит свой А ну Каждый Свой Да На какой вопрос Каждая Тетка Держит свой Конец Это конечно Вы молодцы Я бы Не сдержался Ну Да Ну а как Так было задумано Продолжаем Каждая тетка По концу Вот эти все Леша Это было Должно Тоньше Тетка Получается Порушился Такую Тонкую нить Мы так Сделали красиво А мы опять Все плоско Молчать поручик Я ее знаю Так На какой вопрос Тебе всю жизнь Хотелось бы ответить Но его тебе не задавали Нет такого Нет такого Я в основном Сама спрашиваю Ну нет А про себя Ну какой-то вопрос Прям про себя Хочется вот людям Сказать Вот Но не спрашивают Не было Не было Вообще А какой вопрос Задают всех чаще Тебе Самый частый вопрос Еды приготовишь Отлично На каком боку Ты спишь Ночью Не на каком Восх Ты же Восх Что ты называешь Восх Восх Ты спишь На животе Да Хорошо В пижамке Или голенькое Ну зависит от ситуации Ага Отлично Так Какая мечта детства У тебя воплотилась В жизнь Не знаю Наверное я рисую Как хотелось То есть ты прям Об этом Целенаправленно Все детство мечтала Да То есть ты не мечтал Стать космонавтом Мечтала И даже письмо писала Какой-то женщине Которая в открытый космос Выходила И что ты ей там написала Я не помню Но я писала письмо Все там цивильно Очень Савицкое Савицкое Я отправила его Да У нас просто была В школе Тогда еще Пионерская дружина Имени Гагарина И у нас была Очень активная Пионерская жизнь Про нас даже писали В пионерской правде Ой Марина У тебя прям жизнь Усыпана регалиями Виноградами И вообще Не ну и у нас было весело Тебе когда-нибудь Приходили в голову Мысли сменить пол Нет Не так хорошо Тебе все устраивает А что-нибудь В внешности Изменить Хотелось когда-нибудь Конечно Что Модель Это рост 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 А модель Это что? Ну как модель Модельные параметры Это рост Там Ну много что там Ноги под меня Тоже Ноги под меня По-моему Все хорошо Ну Да Но нет предела Совершенства Хорошо Так Что из даров Смерти Ты бы себе выбрала Манчу-невидимку Бузинную палочку Или воскрешающий камень Ну конечно же Манчу-невидимку И куда бы ты пошла Первым делом? Не знаю Наверное на границу То есть Потому что визу получать Нынче так дорого Три по странам Ну Все Для одной цели Путешествовать Ну хотелось бы Все ради мечты Твой любимый час Из 24 часов Любимый час Первый От 12 ночи До часу От 12 до часа Даже меня никто не трогает А в какое время Ты обычно ложишься спать? Под утром В 5 часов В 3 ночи Или в 6? Ну наверное в 3 Иногда в 5 В 3, в 5 А встаешь? А встаю Стабильно В 7 утра Потому что надо Разбудить А потом не ложишься спать Когда приезжаешь домой? Ребенка Ребенка? Ну я его не отвожу уже Сам Не, ну я могу днем доспать Так что Ты спишь днем Тебя не мучает чувство вины Когда ты днем спишь Нет, меня не мучает Перед людьми Что все работают А я сплю Пусть их мучает Это чувство Я же сплю А не работает По-моему Оптимальная схема А есть какой-то случай Который Ну Случился Своим ребенком И который Тебя насмешил Просто вот прям До слез Что-нибудь Тебя натворил такое Что ты прям Хохотала Я не помню Если честно У нас же взрослых Достаточно Ну вот желуди Они тут собирали Прикольно было А что они с ними делали? А это нормальные ребята Это они Это вообще круто Между прочим Собрать там Почти 10 кило Кило этих желудей Смолоть Сделать из них кофе И пить А, так они кофе из него варили? Да Из желудей кофе делали? Говорят, круто Им понравилось? Уштырило? Это к ним надо Это у них спросить Но говорят Это вообще прикольно Прям о вкус Мне бы было лень Если честно Собирать Чистить эти желуди Их надо измельчить Пожарить Потом сварить все это И выпить Офигеть Ну нет Я тоже в этом возрасте Собирала желудей Но я просто для красоты Но для красоты Они у меня так вот Были разложены Красиво лежали Как тебя называли Родители в детстве? Марихуанчик Ты сын желудей Мама марихуанчик Семейку подобрал Папа Папа с Одессы Так что нормально Ну хорошо Так Почему все объективы камер И фотоаппаратов круглые А телевизор И фотографии квадратные? Как дочь Профессора Физико-математических наук Я могу сказать Что линза круглая Потому что пучок лучей Должен собираться В сроке В определенном порядке То есть там обязательно Почему у нас глаза круглые? Да? Вот поэтому собственно Линза круглая Потому что иначе Они не фокусируются Вот А на квадратную картинку Нам удобно смотреть Двумя глазами Удобнее Ну это Ладно Выкрутилось Она грамотнее То есть Тебя в детстве Принуждали вообще К вот этому изучению Вот этих всех штук? Меня в школе поднимали Говорили Галкина У тебя такой папа У тебя по контрольной три И ты опять Ни хрена не знаешь И все Ну да Училась сама Я случилась очень хорошо Вот Но так что Математику Меня никто никогда не загонил Может зря Кстати Мне сейчас очень интересно Вот сейчас интересно Сейчас можно папу опросить Ну Занят С кем у тебя более Налажены отношения С папой или с мамой? Ну такие вот Более глубокие что ли? Не знаю Наверное Одинаково Как-то Мама у тебя На какую тему И с папой На какую тему Вы общаетесь? Папа у меня занят В основном Вот Но если нужно поговорить Я могу позвониться Тому и другому Вот Но мы редко видимся По какой проблеме Ты маме позвонишь? Мне мама как говорит Так Ты мне звони И разлагай мне только Хорошие новости Ничего плохого Ты пожалуйста Рассказывай То есть моим занятем Мама все плохо Мне оторвало ногу Не звоните Нет Лучше лучше не звонить Надо сказать так Вот мне оторвало ногу Но уже пришить И все нормально В этом смысле Лучше прежде Длинную Как я не хотела Да Надо менять вторую Мы пришьем ему новые ножки И он снова побежит По дорожке Так Ты можешь укусить себя За локоть? Бессмысленное занятие Ну все равно Ты пробовала? Все люди пробуют Нет А языком? Ну ты знаешь Это как лампочку в рот засовывают А языком? Ну лампочку это опаснее Там все-таки можно не вытушить Нет Ну я маленькая только Нет Фонарик Нет Я вообще-то Нет Я вообще-то про локоть Но про лампочку это было интересно Про лампочку, да А про локоть? Вот локоть я пробовала Я не могу Да, ну я наверное тоже не могу А языком до носа? Точно нет Я не пробовала, но скорее всего нет У меня тетя может Круто Супер способности Есть в нашем мире А у тебя папа, кстати, владеет этими секретами Ну вот это вот тайны все Вот эти секретные штуки Секретные Секретные чего? Ну в стране там Он же у тебя главный там по стране По стране у нас главный Не совсем мой папа К сожалению Он там в этой компании Я в принципе была не против Нет, ну он просто Доктор физико-математических наук И руководит Вузом Вот Ну они там решают какие-то задачи Решают, да Какая самая интересная задача Которую решили в последнее время? Они там такие задачи решают Я говорю Это вот так вот просто не выговоришь Ну что-то типа Что молекулы воды Они имеют Возможно я сейчас навру Вот Ну что-то типа того Он мне рассказывал Что молекулы воды Они имеют память И что этим всем можно руководить И они делали математические расчеты Поэтому вопрос То есть фактически Вот этот вопрос живой воды Они рассчитали С точки зрения науки И возможно Это имеет под собой Какие-то основания Вот Как интересно Леша, не ругайся при воде А поскольку человек состоит На 80% из воды Да Можно ругодить людьми По человеку Мне очень понравилось Человек на 80% состоит из воды Огурец на 90% Да Мы все беспокойные огурцы На самом деле Потому что недавно это слышно Так Слишком подвижная Ты колбасу ешь, кстати? Редко Но ешь Ну я могу А какой С жирком или без жирка? Без Без жирком нет Ну я, честно говоря Я вообще не люблю Ну как-то вот не мое А какую вообще еду ты любишь? Рыбу Рыбу И каждый ешь? Криветки? Конечно нет А какую еду ты ешь Прямо вот каждый день У тебя в рационе присутствует? Наверное овсянка Каждое утро Кривет гастрит, да Ну не каждое На молоке или водяное? Чуть-чуть молока Да ты гурман Дальше Ты веришь, что вот можно от килограмма, например, конфет Ну умереть, если съесть килограмм конфет? Ну если нет диабета, с чего вдруг? Не знаю, это способ для самоубийства Съесть килограмм конфет Первый раз в интернете я читала Это специальные конфеты? А может быть это производители конфет Распространяются? Не знаю, обычные конфеты И вот, ну, те там что-то делают Там такое опасненькое Взял конфет, ожирался И красиво Все Прочитала тут Аина Раневская, говорила, что А если ты кого-то не любишь Каждый раз, когда он тебе это делает гадость Предлагай ему конфетку Вот И предлагай до тех пор, пока у этой тварьки будет диабет Ну это Это надо много конфет скормить Ну смотри, какая Судя по твоей версии, меньше килограмма Да Ну нет, за раз Килограмм-то надо съесть за раз Да То есть сидишь и ешь этот килограмм Я думаю, что те, кто попробовали Они нам уже это не расскажут, скорее всего Ну, наверное, есть У меня, мам, пробовали Килограмм конфет есть? Килограмм шоколада она съела И как? Ничего Ну, я немножко, это, мотива Но она не сказала, я буду держать и не выпущу это Потому что это были студенческие голодные годы Она подпортила Вот Нажираться шоколадом Я думаю, в Бельгии легко Легко можно нажираться шоколадом И ничего тебе не будет А у тебя есть сигарот? Нет Ты ничего не выращиваешь В траву? Какую траву? Зеленую Я стригну Ёж, назвали мне игночка А, газ Ты спрашиваешь, какой травы Я думаю, все Потому что холодно Я думаю, Марина уже замерзла Леш, ты будешь есть? Я не могу Да, ты оставь Мы можем Руки заняты Одна рука на батарее Другая на смартфоне Ты съешь пиццу Так ты можешь включать и поесть Я снимаю тебя, как ты ешь О, как я ем Не ешь Сейчас знаешь, очень в интернете популярно снимают, как люди едят Они там накладывают себе какой-то жратвы и просто ставят смартфон и едят И это в пользу большим спросом Люди очень любят смотреть, как другие едят Вот мы у нас Правильно? Вот эту штучку мы снимаем Именно для того, чтобы люди насладились, как две симпатичные женщины И жрут Вот разные там фетишисты, маньячины Они, конечно, прохрутся Минутка маньяка Есть ли у тебя какие-то, помимо художества, какие-то увлечения? Ну, наверное, да То есть это увлечение дорогостоящее крайне Вот Я, по крайней мере, хочу много ездить То есть мне интересен мир Вот этим летом как раз удалось спланировать и проехать много стран И хотелось бы продолжать Если это можно назвать хобби Можно Путешествие совершенно спокойное Мне это нравится очень Ну, если попытаться вообразить наш мир как единое целое Как домик какой-то, да Все под одним небом, под единой крышей Сидеть в одной комнате, зная, что у тебя там за дверью Комнаты набитые там бог знает чем И жевать там одну морковку Надо выйти куда-то, да, чтобы понимать вообще, где ты находишься Это расширяет кругозор И будет что вспомнить Ну, и много посещено стран В августе была предпринята такая повестка Поскольку ребенка отправили учить туда язык Куда это куда? В Англию В Англию У нас получилось получить британскую визу А это такое дело не у всех есть Правильно скажем, не шенген какой-нибудь там Была неделя в Великобритании Жили в Лондоне И путешествовали по кругу То есть был Оксфорд, был Дувр Был Брайтон Потом мы переехали в Ла-Манш Ну, там с приключениями Немножко бомжевали Чуть-чуть ночью в Лондоне В Францию на автобусе мы поехали Потом была Бельгия Потом была Голландия, Дерланды И зацепили еще немножко Ригу Ну, неоднократно было в Италии Много раз было в Египте Ну, там Турция Ну, это такой пляжный отдых Но все равно старались куда-то там еще выбраться И, где еще была Была я в Чехии Но это было давно Надо повторить Мечта есть? Куда хочется? Мечта? А в Исландию хочу Так Все? В Норвегию А, ну, в общем, там же все близко Где Исландия, где Норвегия? А, значит, последний раз, когда были в Италию Я нашла там отельчик И там одна общая кухня Там можно там все что-то приготовить Можно так просто поесть И уже вечер Последний вечер время Все так романтично Вино Сыр Вот Сидим, значит, едим Прибегает куча там Таких ребят Потом выяснилось, что это японцы Ими руководил один очень приятный человек Разговорились Это был японский профессор Который возит своих студентов По всему миру Вот ему так нравится Потому что Зовет в Японию А я, в принципе, не против Очень даже зов Ну, уже класс Так что Япония Это Такая голубая мечта Дорогая Но голубая Мне вот Коля постоянно Упрекает, что я не спрашиваю людей Про семью Мне эту тему не очень Спрашивай про семью Мне не очень интересно А мне не очень интересно Рассказывай Но мы должны с тобой Сделать усилия Сами над собой Не друг над другом, конечно А вот Сами над собой И я Спрашиваю тебя про семью А ты напрягись А ты В школе сказал, что это очень нужная вещь Люди очень любят И так про семью И так про семью, да Муж у тебя тоже художник Да Иногда Когда две творческие личности в семье Какое-то, не знаю, там Соперничество, что ли А ты круче, чем я Ну, как-то Ну, вот это вот Нет, это не про нас То есть не подходит он такой Говорит, ну, что ты здесь нарисовала Какую-то Он всегда так подходит Он даже к себе так подходит Так что Сам к себе подходит? Да Станислав Владимирович Доволен не бывает никогда Там все нормально В этом смысле Мы еще живы Как приятно жить С человеком, с которым Никогда не бывает доволен Нет, ну, это вот Такой уровень самокритики Самокритики И всех критики Он доволен бывает Когда уже все закончилось И через несколько лет Круто было У меня, кстати, похожая ситуация У каждого есть Какая-то своя ниша Какие-то свои интересы В которые мы, допустим Друг к другу не лезем И вполне себе Можно нормально Сосуществовать Флейты делает, например Я не умею делать флейты А сыну, ты упоминал уже Потому что он там 15 лет Он сейчас заканчивает Не в художественную пойдет Эстезю? Нет Нет? Он не хочет Ну, то есть Его не тянется абсолютно Вот какие-то рисовашки Там, да? Ну, ходит в художественную школу Я заставила У него, наверное, более такой Посыл к компьютерам То есть Человек освоил сам 3D-график Полностью Он может сделать все, что угодно Смоделировать Хоть это верти Вот так Ну, как вот Я не умею Я хорошо владею фотошопом Там, иллюстратор Слегка Он освоил все это сам Он что-то они там моделируют Что-то они там рисуют Какие-то буквы Какие-то граффити Я вообще не в курсе Если честно И куда он в итоге поступать Ты его прорутишь? Я? Никуда Ну, то есть Ты его не берешь По заветам своих родителей Нет, у меня есть печальный опыт Что не надо так поступать Если он совсем не сможет придумать Да, я каким-то образом Постараюсь его направить Наша задача С моей точки зрения Родительская какая Не подстилает пытаться соломку И не собирать все грабли на пути Нам потом за это спасибо не скажут Пока человек не набьет своих шишек И не сделает своих ошибок Он все равно ничего не поймет Как мне кажется То есть, ну, можно эти грабли там взять Там, не знаю Обмотать тряпочкой Чтобы не очень сильно били Куда он захочет Туда и пусть и идет А если я смогу ему в чем-то помочь И в чем-то направить Я постараюсь это сделать Но выбирать за него Это, в общем-то, плохая идея Потому что другой человек Видишь, родители за тебя выбрали И не ошиблись Ты занимаешься и занимаешься Нет, Маша, я бы с этим поспорила Очень хорошо Ну, может быть, иначе бы сложилась судьба Но обсуждать это, в принципе, глупо Мало ли, что там могло бы быть Нечего гадать Но выбирать за него я не буду Но клевать мозги ежедневно Думай о целях в жизни Клюю Когда служил в армии Рисовал разные картины Работал я в маленькой комнатушке Был радиоузел Она была совсем даже меньше, чем эта лоджия А картина была довольно большая Там полтора метра Что-то такое Соответственно, отойти от нее На расстоянии было невозможно Абсолютно В общем, рисовал я амазонку В железном лифчике В железных трусах На коне Это армия, да А поскольку комнатушка была очень маленькая Картина довольно большая Сидишь, отойти от нее нельзя никуда Но я сидел, рисовал, рисовал, рисовал Нарисовал масло Все Тетка, там у нее трусы блестят Бронзовые лифчики тоже Класс Волосы развиваются Копье в руке Написал ее Вытаскиваю в коридор Отхожу, смотрю А она, получается, сидит Суровая тетка в железном лифчике На пони Просто, ну, соотношение Вот этого коня Потому что, когда ты сидишь Вот так вот, смотришь Вот эти маски Ты как бы не понимаешь Когда душа Так, думаю Думаю, прикольно Ну вот, суровая женщина На маленьком пони Есть люди Которыми я искренне восхищаюсь Поскольку таковым не являюсь сам Это люди Которые принимают активную Социальную какую-то позицию Бороться с государством Или бороться с чиновниками Ты думаешь, ну, это себе дороже Это просто Ты потеряешь время, нервы И оно как было, так и останется Ну что, это так и есть Вот И поэтому я думаю Раз это бессмысленно Зачем на это тратить время Но смотрю на тебя У тебя очень активная Социальная позиция Потому что, ну Ты ходишь на все эти обсуждения И всячески пытаешься Высказывать свою точку зрения Пытаешься ее доносить До администрации Были у тебя случаи Когда все-таки тебя услышали И удалось эту неповоротливую машину Как-то немножко сдвинуть В нужную сторону Я думаю, да Получалось Собственно, это первый опыт Какой-то активности Потому что я, в общем-то, с тобой согласна Что дело-то, в общем-то, неблагодарное Основанное на чистом альтруизме И, в общем-то, непонятно Зачем на самом деле нужно Даже мне непонятно По-хорошему-то На данный момент Просто, как это получилось Летом Мы посмотрели проект Благоустройство Или реконструкция центра ПАК Который мы все знаем Который можно наглядно Блиять на улице А поскольку у меня есть опыт И дизайнерских работ И оформления тех или иных пространств То есть, приходилось и чертежи чертить И так далее То есть, ну, как бы там все было ясно и понятно Нам показалось, что Как бы если все елки срубить Несколько голое пространство И то, что суженные дороги В наших реалиях не позволят Нормально перемещаться автомобилистам Будучи засыпанным снегом И вообще тесненько И эту идею, собственно, поддержала Большое количество людей Это был, собственно, толчок К тому, чтобы это дело просто высказать С кем-то там бороться Мне никогда не приходило в голову Я думаю, что бороться Это глупое занятие Скорее всего, можно донести Какую-то мысль, какую-то идею Если она логична В принципе, везде люди И достаточно грамотные И неглупые сидят И они, по идее, могут пойти навстречу Ну, для того, чтобы они пошли навстречу Эту идею надо доказать Вот, чем мы, собственно, летом занялись Ну, это была я не одна То есть у нас сидел тайный кружок А кто эти декабристы? Да, эти декабристы были Значит, Анна Мельникова, Света Севикова Которая еще, оказывается, до нас Привозила губернатора в Палих И какой-то талмуд ему там написала Все показывала И что-то там объясняла Я не вдавалась в подробности, честно говоря И кто еще? Бывший архитектор в Палихе Данилов? Данилов, вот, и Данилов Я-то, знаешь, я-то сначала испугался Что у вас там одни женщины Сейчас же все говорят о том Что пришла эпоха женщин Мужики, они такие, немножко такие Нервные Ну, извините А женщины сейчас Я думаю, ну неужели? И тут затесался мужичок к вам Души отлегло прям Слушай, а ты рассказывал В начале нашей беседы Про стрит-арт Это же тоже вот имеет отношение К реконструкции Палиха И оформлению там зданий Вот как вы Вообще-то не имеет Нет, не имеет Потому что мы это Просто говорили о развитии Возможных вариантах развития Ну, как бы себя, как художников Или просто вариантов развития искусства В том или ином направлении Не обязательно Палихского в принципе Не предлагался Не предлагался Мы хотели Говорили с Пикулевым только о том Что взять какой-то условный мир И где-то точечно Может быть что-то нарисовать Ну там, запастить это в Инстаграм Чтобы люди приезжали Планировалось, что это общественное пространство Делается для того, чтобы сюда ездили люди И они будут там Какой-то другой маршрут Они будут ходить по Палиху Выискивать какие-то интересные штучки С ними селфицы Вот это вот все Ну, например Как один из вариантов Какие-то еще интересные вещи делать То есть Тоже вариант саморазвития Была определенная концепция Под это подведена Что В принципе Палихское искусство Там вот сейчас все любят Разговоры про птиц По-моему, они Мягко скажем Некорректные Ну вот это вот Жар птицы Дом птицы Вроде как Гнездо Гнездо Вот это Это просто Одно из предложений Называется Гнездо Это мое любимое Нет, гнездо у нас будет Видимо в другом месте Это будет бульвар А то гнездо совьется А вот, кстати, можно сделать Такой запрещение Вот эти вот Яйца Жар птицы Просто вот Стальные Поставить Такое гнездище Такое сделано Которые бы Терли бы руками И Загадали желания Губернатор Става Сказал, что Вот давайте Парусские художники Подумайте Может с домами Еще что-нибудь сделать Ну и я тогда Мы всегда присутствовали И я Става Сказал, что У нас была такая мысль То есть Ну Если подводить Какую-то там Глубокую Под эту идею Да Что вроде как Ну вот тут все Про птицу разговаривать Ну вообще-то Перерождение Феникса Вот По сути Да Так эта Идея превращается Материально и обратно Вот Это нормальная там Еще со времен Осириса Египта История Вот И почему бы и нет Почему бы Парусское искусство Которое в свое время Переродилось из иконы Да А потом обратно Вот Почему бы Не в какую-нибудь еще Сторону не двинуть Не обязательно Все искусство Ну Один из вариантов И ее сохранение Перерождение И возможно Интеграция Вот как мы уже Тут говорили В мир В мир современного Вот Была идея Что сделать Какой-то арт Но нам предложили Подумать о том Как можно Это здание сделать Но это к стрит-арту Не имеет отношения Просто Имеет отношения К благоустройству И Попытки Каким-то образом Сделать место В котором мы живем Эстетически Более интересно Ну Спасибо тебе За содержательную беседу Пожалуйста Вы смотрели Это Палех Сегодня у нас в гостях Была Марина Галкина Чудесный художник Которая раскрыла нам Новые пути развития Личности И в искусстве И вообще в принципе Меня зовут Алексей Жиряков Большое всем спасибо Пока Не забываем подписываться Ставить лайки Поскольку вам это не сложно Нам это очень приятно До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь как Путин Называет проституток Женщина с низкой Социальной ответственностью А у тебя Она очень высокой Социальной Я говорю Женщина с высокой Социальной ответственностью Уже другого уровня Наверх пошло Нет Ну там Я решил Что этого не стоит Говорить Но почему-то Она сказала Она выскочила Все равно Это как бы Пошло Субтитры создавал DimaTorzok